Продолжаем. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 22 сентября 2016 года четверг. По одному из старин на второй день божественного начала 7525 лета четверик. Чуть бы он сказал 24. Вот это же привычка, это вторая натура. Методы фальсификации предметов культуры и искусства. Часть шестая. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-соведущий Фиденко Леонид Григорьевич. И мы добрались до самого вкусненького и интересненького. Это, естественно, после того, как был представлен доклад, это вопросы, которые получили в эфир от наших радиослушателей. В эфир мы получаем вопросы из чата Народного славянского радио. Напоминаю, в чат попасть очень просто. Просто набираете slavomir.org или, если не получается, то в любом поисковике Народное славянское радио. Дальше попадаете на сайт slavomir.org и там смотрите слово «чат». Нашли слово «чат», нажимаете на него. Если не зарегистрировано, логин и пароль себе придумываете. Указываете e-mail какой-нибудь попроще, куда вам будут приходить сообщения по регистрации. Ну, в общем-то, главное потом не забывать логин и пароль. Если же зарегистрировано, то как раз этот самый незабываемый логин и пароль вводите и уже пользуетесь. Итак, я, Гриша, задал вопрос в эфир. Раса великая. Насколько я помню, Великий Новгород – это верхний? Или все-таки это возвеличивание? Так, значит, по поводу Великого Новгорода. Великий Новгород, вот есть карта, значит, в предыдущих эфирах я ее приводил, 1717 года, по-моему. И там, значит, империя как раз Петра I. Там господин Великий Новгород, то, что называлось «Господин Великий Новгород», это, кстати, на эту тему написали Фоменко с Носовским. Это центр, который включал города Золотого кольца. То есть там все, это много городов, да, Ярославль, там Владимир и так далее. Ну, города, которые входят в Золотое кольцо. А возвеличивание? Возвеличивание специально Новгородом сделали, Великим Новгородом сделали город, который был на окраине, значит, и который был близок к западу, где чисто купеческие там купцы с запада, и через него пытались все время запад пролезть к нам сюда на Русь. И вот пролезли. Так что возвеличили тот город, который и назвали Великим, тот, который не Великий, а окраина была. Он на месте того города и другой еще раньше был. Да, там более древний город, об этом тоже написано в летописях древних и указывается в преданиях. Да, в преданиях. Вот, но надо же сказать, что слово Великий, оно не воспринималось в древности как возвышение. Другой, совершенно нет. Это просто, ну, как сейчас говорят, большой, значимый, но не какое-то превосходство чего-то. Есть Малый, есть Великий. Но это не говорит, что Великий главнее, чем Малый. Здесь же надо это все понимать. Это сейчас… Ну, смысл слов многих поменялся, это вы правильно все это обменяете. Ну, вот, к примеру, Велико Лепно, да, Велико, Велико Лепно. То есть Лепно – это понятно, то, что слеплено, то, что хорошо сложено. Вот Лепый, да, то, что приятно смотреть, все на месте. А Великий – это, значит, ну, хорошо, хорошо, с одной стороны. С другой стороны, Великий князь, но это же Великий князь говорит только о его статусе, но не возвышение над кем-то, если мы по нашим древним смотрим каким-то понятиям. Потому что возвышения у нас не было никогда, у нас было равенство в данном случае. Народ только назначал князя и так далее. И, опять же, там, если копаться дальше, что означает слово «князь», это тот, который кон понимает, который кона придерживается, и которому доверено здесь воспринимать, вернее, следить за тем, чтобы все исполнялось. Точно так же, как ясаул, да, ясный, держащий ясу у лица, тот, который эти все поддерживают устои, поконы, законы и так далее. Вот здесь, если мы начинаем в древних словах копаться, мы видим, что превосходство, в том, которое здесь я, Гриша, задал вопрос, оно отсутствует. Великорусы или малорусы. Ну что, великорусы важнее и главнее, чем малорусы? Да не было тогда никогда такого. И те, и другие были важны. Просто малая часть, и не более того, а здесь большая часть, и тоже не более того. А кто там умнее, кто глупее, и старше, и младше, никогда таких вопросов не было. Равенство было всегда, но равенство определялось не по званиям твоего отца, а по твоему уму, что ты мог здесь представить в этом мире, как ты в этом мире жил и какое уважение ты от общества имел. Вот как-то так. А сейчас у нас несколько по-другому все. Вот как там романовские ребята пришли, и с тех пор повелось. Если уж, ну и до Романова тоже там уже были изменения, когда кому-то там назначали, и его сыновья становились и царями, и князьями, а даже если были полные выродки, все равно князьями так и считались. Им почему-то надо было приходить и в ножки бухаться. Но это отдельная история. Алексей Тарасов. Вопрос в эфир. Почему Европа называется Европой? Интересно. Библиотека Ватикана еще сохранилась. А когда она будет открыта? Или нельзя пока? Народ не готов. А когда тогда будет готов? Итак, почему Европа и про Ватикан? Вопросов несколько. Значит, мы по порядку пойдем. Почему Европа называется Европой? Ну, есть традиционные исторические версии. Их несколько. Почитайте, наберите в Википедии, вам там выскажут их. С моей точки зрения, Европа, назвали Европой, это вся та часть отколовшейся славяно-арийской ведической империи, которая пошла не по ведическому пути. И чтобы, значит, как-то себя позиционировать и сказать, что мы не такие, мы другие, мы, видите, светочь, отсюда все идет, все знания, весь прогресс из Европы. Понимаете, вот до чего пришли, вы знаете сами из газеты, из телевидения, из интернета. То есть, была раньше единая славяно-арийская империя, которая занимала территорию нынешней, так называемой, Европы и Азии, а называлось все это вместе А-Си-Я. Земля богов, людей, живущих, боги, живущие на земле, белая раса. А потом, отдельные провинции не захотели жить вместе и по тем законам ведическим, по тем конам, которые у нас были. Вот и стала Европой, могли бы и по-другому назваться. Второй вопрос. Интересно, библиотека Ватикана еще сохранилась, и когда она будет открыта? Да она процветает и, естественно, открыта. Я в Ватикане был, в библиотеку не попал, туда экскурсии, меня не было, не попал по туру. А водят туда и показывают, очень там красиво, даже если вы картинки из интернета посмотрите, обещаю, что нижняя челюсть у вас отвиснет. Вот. А что там сохранилось? Зайдите на сайт Ватикана. Ну, надо хотя бы английский язык знать. Если кто-то там немецкий, другие знают, то... Ну, воспользуйтесь, по крайней мере, переводчиком. Но переводчик, конечно, он в интернете переводит достаточно плохо. Но, по крайней мере, прочитайте, какие там огромные цифры разных манускриптов и прочих, гравюр и прочее прочее, что там хранится. Там счет идет на сотни тысяч. И они официально заявляют, это мы собрали всю информацию о развитии нашей цивилизации, планеты. Так там вот, с того, что я смотрел, о русских, о русах практически ничего не говорится. Как говорили раньше, об одной шестой части земного шара, который совсем недавно Советский Союз занял, но сейчас Россия поменьше, да, республики откололись, не упоминается. В цивилизационном плане нас нет. Мы не существуем, мы вылезли из болот, из землянок, слезли с деревьев совсем недавно. Нам 1150 лет официально, согласно нашей истории и выдающихся наших историков, ученых, которые так уважают нашу Родину, что с пеной у рта отстаивают эту цифру. Но, дальше вопрос, когда она будет открыта? Да, она открыта. Секретный архив, о котором я говорил, тот закрыт. И то, как они говорят, открыли для ученых. То есть, можно сделать заказ и получить какой-то документ. Точнее, не сам документ, а в цифровом формате, оцифрованный. То есть, получите файлик, не знаю, за деньги или нет, потому что там есть специальные формы, надо заполнять. Не пытался и даже не пробовал. И вопрос, или нельзя, пока народ не готов. Почему народ не готов? Народ туда сотнями, тысячами, миллионами ездит из разных стран, в том числе из России. Русских не протолкнуться вообще в Италии. И разговаривали с итальянцами. В 2005 году я был там, этими экскурсоводами. Одна женщина-экскурсовод, очень такая грамотная и полиглот, всем языком знает. И русский великолепно, как вот, говорит без акцента. Она говорит, русские – это самые замечательные экскурсанты. Они задают интересные вопросы. А американцы – тупые. Она так и говорила. И когда мы проходили один из залов, это было во Флоренции. Там есть типа Эрмитажа, такое же хранилище. У нас голопом по Европам, она еле выбила экскурсии. То есть русских нас оттягивали экскурсию до самого закрытия. И за час до закрытия нас привели. И она говорит, я сейчас вас поведу по самым интересным залам. Вот мы проходили, а там картины. Там картина на галерее. Уфица называется. И вот она, когда проводила мимо, а я за ней шел и разговаривал. Ну, интересный человек. И там интересовался разными вопросами. И пока в переходах задавал вопросы. И вот идем, а она вдруг засмеялась. Я говорю, что вы смеетесь. А мы проходим мимо очередной там кучки людей, которые стоят и слушают экскурсоводов. Говорят, американцы. Один, говорит, задал вопрос. Надо же, говорит, какой тупой. Говорит, чем занимался Микеланджело, по-моему. Я уж не помню. По-моему, Микеланджело. Говорит, свободное от работы время. То есть он представлял, что Микеланджело где-то там вкалывал на стройке или в офисе, а потом рисовал портреты. Ну, вот. Поэтому русский народ готов и с сотнями тысячи туда ездит. Единственное, что рассказываем эти сказки по басенке. Показывает совершенно иное, а рассказывает сказки. А когда готов будет, зависит от народа, когда будет народ посвящаться. Вот здесь я, Гриша, уточняю. Текраса у нас понятие верхнее или великое? Раса. Это в предыдущем вопросе? Это дополнение к тому вопросу, который про Новгород мы говорили. Текраса все-таки. Это понятие верхнее или великое? А что-то я не вижу этого. Не, ну, я просто сюда не сбросил, то есть сейчас я в чате свеженькое просто. Ага, понятно. Еще раз, пожалуйста, Алексей, полностью как вопрос? Гриша задал вопрос. Так раса, Р-А-С-А, четыре буквы, раса, большими буквами, у нас в понятии это верхнее или великое? Нет, раса совершенно иное смысловое значение имеет. Я точно не помню в Ведах написано. Роды Асов. Страны Асов. Роды Асов, страны Асов. Да, страны Асов. Так что это, вот от первых букв этих слов, слово раса. Если мы отталкиваемся от Вед, то да, там расшифровка аббревиатура, так расшифровывается. Роды Асов, страны Асов. А страна Асов, это понятно, что такое. Но вообще здесь надо сказать, что если мы говорим Великой Аси, то есть где жили те самые Асы, то это, скорее всего, и все рассения подходят, потому что рассеивались рода. Да, они по-разному просто, наша держава по-разному называлась. Да, потом там деления на Тартарии были, потом там, кто-то говорит, что вообще был такой момент, когда Русь, это вообще вся наша земля была Русью. Понимаете, к этим названиям, я думаю, не надо привязываться. Дело в том, что поймите, что это наша с вами прародина, как бы она по-иному не называлась в разные времена. А вот ее, так сказать, существование замолчали, все переврали и сказали, что нет, там ничего не было и вас не было. И вот, что касаемо Европы, здесь, наверное, тоже надо понимать, что версий огромное количество. Но надо понять, что часть Европы называлась, например, Венея или Венеда. По-разному кто-то говорит, потому что там Венеды населяли ее, тоже наши ближайшие братья славянцы. Я понимаю, автор имеет в виду, что целиком вся Европа. Да, 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 да. Но кто-то говорит, что вся Европа называлась Венеей, кто-то говорит, что часть и так далее. Вот Венецию как раз они и организовали. Ну да, это разные мнения есть. Да, здесь мы немного. А вот такая интересная версия была, которая подтвердилась одним исследованием. Дело в том, что Эврус, ну, евреи тоже как переводится, да, то есть переходящие из-за чего-то, приходящие откуда-то, то есть как-то вот из-за рубежа, из-за какого-то переходящего, приходящего. Ну так, одна из верхних версий. И вот там, когда исследовали писание Нового Завета, Евангелие, то один из исследователей, не буду сейчас фамилию называть, очень известный уже человек, он сказал, я хотя христианам себя причисляю, но при этом не могу там свое исследование не рассказать. Вот, на мой взгляд, все происходящие события, описываемые события в Новом Завете, они происходили не в Палестине, они происходили как раз вот в Европе. Это часть Франции, то есть Галлия, то, что там описывается, и так далее. Там и моря, и реки, и все-все-все сходится, и до звания городов многих сходится. Вот, а поскольку это писание, все-таки Новый Завет, Евангелие, оно давалось евреям, то в этом случае вполне уместно, но это уже не он, а другой человек подвел такую черту, что вполне уместно, что называть Европу как раз по тем людям, которые ее населяли, для кого Новый Завет, в общем-то, и давался, где события, в чьи и писались. Поэтому, если там жило много представителей иудеев или евреев, то в этом случае так получилось, что и стали ее победители называть именами тех, кто там выжил в конечном итоге и взял власть в свои руки. Вот такая версия была выдвинута не так давно в интернете. Ссылку сейчас не дам, естественно, потому что живой эфир, как я могу это что-то дать. Но встречалась такая версия, очень любопытная, сходится и с описанием Эбрус или еврей, и с тем, что вот эти исследования по тому, кто населял, в конечном итоге, да, кто там победил и так далее. Ну, забавная такая версия, скажем так. Поэтому слово Европа там можно трактовать как угодно. Ну, нельзя скидывать все версии, а надо так их рассматривать по очереди. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос в эфир от Васильевича. Как ведущий прокомментирует слово «сволочь»? Ну, я не помню, где-то я слышал, как другие комментируют это слово, что слово произошло от «волочь». То есть, «сволочь» – это кто, по-моему, соль волокли с мешками, что ли. Вот люди, которые… Да, да, версий тоже много. Кто-то это к Ивану Грозному отправляет во времена его, когда сволакивали убиенные тела, опричники в одно место. Вот их называли. Вот это все «сволочь», которое там, типа, убивали, все место сволокли, сбросили. Кто-то говорит, что это товары сволокивали, которые там недоброкачественные. Кто-то говорит, что наоборот, это в одно место как «склады», то есть «сволочи» и так далее. Но в любом случае здесь понятно «с», то есть «с чем-то» и «волочить» куда-то или во что-то. То есть складывать, наверное, в одно место. Поэтому и относительно упокоенных, убиенных относительно товаров, относительно некондиции это все может подходить. Поэтому здесь вариантов может быть много Но интересно мне, как Василий Васильевич сам В этом случае напишет, что он имеет в виду Тоже, может быть, его версия будет интересна Алексей Тарасов, вопрос эфир Кто такие англосаксы? Это смесь кого с кем? Белых с серыми? Кто такие по крови? Или это простые белые выродки? Вот такое слово, выродки Не могу никак понять Алексей Тарасов Ну что, я этот вопрос Так капитально не изучал Историческую версию вы можете Прочесть То есть это племена Англов и саксов Отдельные племена Потом они объединились И начали захватывать постепенно А вообще То место, где Сейчас расположена Великобритания Наши предки Называли Оловянные острова И раньше вообще Эти острова соединялись с материком Не было пролива Вот такой мой ответ А по крови Серые, белые Здесь серые Я не изучал, не знаю Кто с кем смешивался Белые, я так понимаю Там Посмотрите на этих Англичан И все Там белая раса Да вы на них только посмотрите И все станет ясно Вот Василий Васильевич написал Сволочи занимались трудом На Волоках То есть перетаскивали сюда Через хребты с одного русла На другое Услово Волоколамск Как раз это где? Волокли Волокли Река Лама Да, но вот как Все равно Волочи Волочи, да Волочи Карта Западной Сибири Не потрескавшийся кусок Доломита А именно Объемная карта Это не я определил Это определили Научно-исследовательские Институты И Которые находятся В России В Российской Федерации И Генеральный штаб Вооруженных сил И прочая Куча Который подключал Значит К этому К исследованию Таких кусков Доломита Еще Миллер Писал Где-то 200 штук Было То есть Когда Великой Тартаре Победили Начали уничтожать То есть Эта объемная карта Была Всего земного шара Представьте себе Это Больше 200 было То есть Чтобы Представить То есть Представьте себе Какого уровня Цивилизация Была Что Создавала Эту Объемную Карту Так что Это не я определил А Что Эта Объемная карта Это выводы Научно-исследовательских Институтов Большой работы Проведенной Современными Учеными Алексей Тарасов Следующий вопрос В эфир задает А сейчас Где карта Чувырова Есть версия Что она Что они Ну вот Карты Пропали Где-то У нас В Академии Наук Ну вот Точно так же Я могу Задать Вам вопрос А где Это Тесульская находка Женщина В саркофаге Которую Нашли В конце 60-х годов Опять же Там же В том же районе Так называемой Западной Нынешней Западной Сибири Где женщина Плавала В растворе Тело Как живая Вот Об этом В интернете Поищите Ну Если Мою книгу Прочитаете Я тоже Об этом Пишу Неизвестно Может В каких-нибудь Спецхранах До сих пор Есть А может Уничтожили Поэтому Последнее Нахождение Карты Каменной Карты Было В МГУ В комнате Где Хранятся Швабры Нашли Хороший Была Организована Комиссия Которую Возглавлял Насколько Мне известно Бывший Чемпион Мира По шахматам Карпов Туда Входил И этот Нынешний Ректор МГУ Садовничей Когда Задали вопрос Садовничей Где она Карта Он сказал Не знаю Я ее не видел После этого Вообще Информация Об этой карте Табу Понимаете Вот Я уже говорил Об этом В сегодняшнем эфире Никто Не поднимает Этот вопрос Ну Ректор Сейчас вроде Там Указ Пришел Поменяется Из тех Которые Недавно Последствием Были Сейчас Почему-то Ректорами Становится Ну ладно Вопрос эфир От Михаила Из Москвы А нет Вот еще Алексей Тарасов Вопрос эфир А где же сейчас Золотые таблички С ведами Или тоже Народ не готов Народ не готов Согласен Ну Опять же Это Золотые таблички С ведами Их Это К нашим Этим Волхвам Жрецам Вопрос Значит Видели они Эти Золотые таблички Или нет Мы Знаем Говорится Что это На самом деле На золотых Табличках Но Понимаете Такие вещи Это Хранят Для того Они Волхвы Хранители Что они Хранили И они Сберегли Вот сколько Тысяч лет Прошло И Сберегли А Что Что сейчас Их Выставлять Если Завтра Их Могут Уничтожить Вот В Румынии Там Пошли Как говорится По другому Пути Там Нашли Эти Санти Даков И Часть Золотые А часть Там Их Король Принц С мозгами Был Сохранил Переплавил Золото А перед этим Сделал копии Свинца Их изучают А у нас Вместо того Чтобы изучать Славяно-арийские Веды Изучать Разбираться Берут И Запрещают И все Молчат Вот такие Пироги Ну может быть Молчат Не все За всех Наверное Не будем За все Одессу Не будем Говорить Научную часть Научная же часть Молчит Я Все претензии Предъявляю Современным Ученым Российским Которые Совершенно Наплевать На историю России Какая-то наука Когда Сколько мнений Столько И это И научных знаний Это не наука Понимаете Если Меняется власть Приходит другое И история Переписывается А вот Это сплошь и рядом И даже Те Историки Которые Получают Они же сидят Получают деньги Из госбюджета Мы платим Мы платим налоги Мы налогоплательщики Они даже не отставят Наши эти Права Понимаете Кормятся с наших Денег И считают Этого ничего не было О чем мы говорим Вот И даже не хотят Рассматривать эти вопросы Вот что грустно Не-не-не Они кормятся Не с наших рук Они кормятся Подходя к кассе Да Естественно Я имею в виду Это бюджет А бюджет Формируем мы Плательщики Мне вспоминается Про свинью Под дубом Такая вот Хорошая басня Хорошая басня Да Когда Подкапывают корни И не понимают Что желтые На дубу растут Крылов очень много Хороших басен Согласен Да И если дуб загнется То желудей не будет И вот эти самые ученые Они похожи Уж извините меня Друзья На Как раз Вот этих вот Поросят Которые Поедают желуди Которые им выдают Из кассы Из мешочков Которые собраны За счет народа И не понимая Что тем самым Если они Не занимаются Честным расследованием Они уничтожают Сам народ Кто потом Вас будет кормить Кому вы нафиг Будете нужны Вот это вот Никто не понимает Многие тоже самые Бизнесмены такие же Которым лишь бы Что-то там Урвать Отравить Гадость какую-то Подсунуть Лишь бы только Бабло срубить То же самое Многие политики Которые Ради Таньги Какой-то Длинной Готовы Свой народ Продать Принять Любой закон И так далее То же самое Те кто Фальсифицирует Какие-то Находки Выборы Чего угодно Чего угодно От находок До выборов Вот это Вот это Все Как раз Проявляется Очень четко Если Ну че Ну че о них Говорить Несчастные люди Вот те Наши великой держави Любой Любой Каждый Так что По поводу табличек Кстати Алексей Тарасов Возвращаться Я полностью согласен О том Что Ну смотрите Сколько уже было названо Артефактов Которые Как только появились Они сразу куда-то исчезают И никто не знает Куда они исчезли Почему они исчезли Кто их там Транспортировал Куда-то И так далее Сколько упоминаний О том Что горели библиотеки Недавно Библиотека у нас Горела Где много чего Сгорело полезного И сейчас там Все восстанавливают И вряд ли что там даже Восстановят Хотя говорят Что вот сейчас 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 Все там будет нормально Сколько таких примеров Когда Вот Приходили Какие-то иные народы И все что было Не связано С их историей Они просто уничтожали И на местах уничтожили Делали свое Вы сейчас Не найдете Упоминаний Древности Потому что Они просто-напросто Все вымраны Они уничтожены Стерты Выбиты И так далее Что же тогда Говорить о том Что является прямым Доказательством Представим Что это есть Вот давайте так Представим Что это есть И вдруг Это Какой-то Жрец Волх Такой Наивный товарищ Приходит На какое-то Телевидение И говорит Вот смотрите Мои таблички Они говорят Дайте экспертизу Проведем Давайте И что дальше И где эти таблички Окажутся А потом вдруг А вы знаете Нас ограбили Ой вы знаете Что-то сгорело Ой вы знаете Авария произошла Куда-то все там Бомж украл И так далее На металлолом сдал И никто не будет знать Где это находится Поэтому что вы их представите Что вы их не представите Их Они пропадут сразу Они будут сразу же уничтожены Это прямое доказательство того Что Есть правда Кроме той Которой нам пытаются Представить кривды Это первое Во-вторых Кто тут у нас умеет Читать Эти В Санте Есть такие спецы Ну-ка покажитесь Пожалуйста Может быть Прочтете нам сходу Что там написано Для вас Хоть там На чем угодно Любой символ Нарисуй Любую каракулю И вы будете читать Там я не знаю Как ученая обезьянка Которая очки одела Ну так что Давайте с этих Двух точек зрения Хотя бы подходить Не учитывая Многие другие точки зрения И тогда все Встанет на свои места Я надеюсь Я помог ответить Дальше Вопросы От Михаила из Москвы Леонид Григорьевич Вы его еще не читаете Потому что Это фактически исследование Давайте я по порядку Буду Это Читать Нет просто Я зачитаю начало Я зачитаю начало Хотелось бы Очень узнать Нет я не буду Не буду весь читать Хотелось бы узнать С их исследованиях Не встречалось ли С артефактами По назначению По названию Континента Европа И дальше из интернета Куча-куча информации Вот мы Куча информации Читать не будем Пускай завидуют Те кто в чате Не находился Тем кто это читал А вот просто Вопрос Согласен Значит Вот Фактически Автор Который Михаил Из Москвы Залил вопрос Да Он вот уже Сделал такую подборку И Частично ответил На вопрос То есть вот Видите Сколько всего Намешано И то И это И третье И пятое И десятое И Асир И рэп И Древняя Греция Ну вот Понимаете Вот Мы же Уже Шестую Беседу В эфире Проводим И говорим О том Что Не было Никакой Римской Империи Не было Никакой Древней Греции Вот Вот Сегодня Я сказал Что Прочтите Платона Диалоги Тимей Это Толстый Талмуд Больше Тысячи Страниц Прочтите Там Разговор Солоны С жрецами Египта И проанализируйте Вот это Сделал Левашов И проанализировал И показал Но Не делают Даже Доктора Исторических Наук Кандидаты Исторических Наук Они читают И ничего Этого Не видят Потому что Кругом Узкая Специализация А вот В своей Книге И В этих Беседах Которые Мы проводим Здесь Сколько Говорилось Что Кругом Везде В Европе И Много Источников Приводилось И приводят Этих Источники Сплошь И рядом И сейчас Вот даже Говорили Венеды И Венеды На севере Венеды На Адриатике Везде Скифы Я сегодня Только сказал Скифы Англию Первыми Заселили А Везде Вот Вопросы Вопросы Которые Вы пишете Там И латынь И это А латынь Когда появилась Посмотрите Когда латынь Появилась Причем Есть латынь Причем Есть восток Когда Скифы А почитайте Кластена А прочитайте Про мировингов Когда Кто что Пришел Столько информации И все И Арбини И Куча Куча Авторов И Воланский И Фадей Я не знаю Обо всем Этому Говорилось На наших Предыдущих Пяти Встречах И приводились Примеры Опять Задается Вопрос Значит Что такое Европа Я вот только Что сказал Что Европу Придумали Это слово Придумали Для того Чтобы Как-то Отделить То что Откололось От славяно-арийской Ведической Империи И пошло По паразитическом Пути развития Я думаю Здесь слово Откололось Не совсем уместно Откололи Естественно Они Откалывались И откололи И Но Их Вожди Там Руководители Принимали Вот Помните Я говорил Например Кто Первым Так сказать В отколовшихся Очередной части Славяно-арийской Ведической Империи Называемой Византией Как Откаоз В третьем веке Это в истории Написано Благодаря кому Константину Который Захотел Пожизненной власти Императорства Ему сказали Принимаешь Греческую Религию Все Кукловоды Принимаешь Греческую Религию И будешь Пожизненным Императором И принял И все И Эта часть Ведической империи Откололась И ее откололи Как правильно Ну да Вот правильно Правильно Здесь ведь Как раз Кукловоды Откололи ее При помощи Рудурачка Все Все И стали А потом Значит Переписали Историю Под это Вот Под отколовшую Часть Византию Сказали Что Перед этим Была Древняя Римская Империя Которой Не было А из нее Значит Она Распалась На восточную Западную Вот восточную Стал Вот так Фальсифицирует Историю И если Из этого Исходить То Никогда Не уйти Из Вот этих Первых Вторых Третьих Пунктов Которые вы Наставили Значит И так далее Версии Вот так И ученые И историки И сидят В этих версиях Потому что Узкая специализация Везде Не только в истории И в науке Тоже самое Узкая специализация А когда человек Не подходит Многогранно Да Я уже приводил Такой пример Но если есть Из ста пазлов Состоит Картинка Да А вы Имеете Только Десять Пазлов Вы можете Составить Правильную Картину Естественно Вы не можете Представить Что эта Картина Верная А вот Все По этому Методу Подходят А Исказили И преднамеренно Исказили Значит Заложили Неправильное Мышление И все И в предыдущих Эфирах Я говорил Что Переписали Историю После Окончательной После победы Значит Гражданской войне И также Значит Московии И Великой Тартарии То есть Старая И новая Старая Адынская Династия И новая Романовская Воевали И После победы Поскольку Помогли Романовым Вся Западная Европа Помогала И Романовы были На стороне Запада Европы И проталкивали Вот и После этого Переписали Всю историю И произошло это В начале 19 века И я Приведил примеры Что в британской Энциклопедии Написано одно Там нет Не про Европу Ничего там Никто не пишет Там пишут отдельные Почитайте британскую Энциклопедию Там отдельные Государства Мы карты Сегодня смотрели Посмотрите Атлас Меркатора Там ни о какой Европе речи нет 1500 год Понимаете А потом Переписывать Начали Где-то С 14 С 15 С начала Середина 15 Века И вот Переписали Закончили Переписывать В 19 Веке Вот То что Написали В 19 Веке С этим Мы и живем С этой Европой Всему Сталин Так Следующий вопрос Вопрос эфира От Михаила Из Москвы Лен Григорьевич Что вы можете Расскать Об империи Джурджений Людей Белой Белой Расы Из Древнего Сударства На Дальнем Востоке Благодарю Здесь Наверное Сразу Надо отметить Что Если Следовать Аббревиатуре Раса То Никакой Другой Расы Кроме Белой Не бывает И тому Подтверждение Та же Самая Искусственная Латынь Которая Все Придерживаются Рас Означает Белый Вот На всех Языках Табула Раса И так далее Это Белый Чистый То есть Вот Если мы Говорим Что есть Черный Белый Чистый То Желтый Белый Чистый То нет Есть Люди С другом Генетики С другой Кожей Цветом кожи И так далее Но слово Раса В данном Случае Не подходит Если мы Говорим Древними Нашими Какими-то Словами Понятиями И причем Это не какой-то Расизм Это не уничижение Других Это просто Как бы Ну констатация Факта Обращайтесь К тому Что принято В международных Там правилах И там Говорится Что такое Раса И все Здесь никакого Уничижения К другим Нет И пренебрежения К другим народам Ну так Вот по поводу Значит Вопроса Что Вы можете Рассказать Ну я Кое-чего знаю Ну что значит Рассказывать Кое-чего Знаешь То есть Я слышал Что была империя Я же не историк По образованию Вот И империя И отчуждения Ну почитайте Это Гумилева Почитайте Почитайте Другие источники Так просто Что Могу рассказать Ну Вот То что я читал У Гумилева То я могу рассказать Поэтому Там Достаточно Много Рассказывать Поэтому Поэтому Лучше Сейчас Лучше Читать Первый Источник Кто Первый Об этом Написал Написал Гумилев И Пишут Что А то что Находят Уже Ссылаются На кого-то Что Это Называлось Империя Джурджени А Сами слова Какое Отношение Имеет К русским Джурджени Там Чисто Это Китайские Эти Лен Григорьевич Мы же знаем Что Китайцы Они Много Что Взяли Сейчас Под себя И Много Назвали Своими Какими-то Названиями Я не удивлюсь Что Вот этих Джурджени Они сейчас Называют Но это Совершенно Как-то По-другому Называлось Поэтому Само Название Современное Это Примерно Так же Как Сейчас Например Фамилии В Прибалтике Русские Переименовывают Или Как Где-то В Италии То Что Раньше Было Славянское Теперь Названо Латинскими Какими-то Именами Названиями И так Далее Поэтому Не факт Что Там Жили люди Называющие Джурджени Совершенно Верно И поэтому Я Что Хочу Добавить К вашим Словам Что Вот Поймите Что Была Славяно-Арийской Ведической Империи Китайцы Желтая Раса Жили За Китайской Стеной Сегодня Мы прямо Это Вот Смотрели Понимаете 7500 С половиной Лет Тому Назад Мы Дата Сегодня Все Сказали Ребята Оттуда Не Вылезать Вы Вылезли Они Была 7500 Лет Тому Назад Война То есть Тяжелое Время Было Наша Территория Больше Пострадала От Термоядерной Войны И Вот Всех Этих Планетарных Катаклизмов Чем Территория Китая Наши Эти Учителя Об этом Тоже Известно Что Приходили Белые Учителя Ко всем Народам И учили В том числе Учили китайцам Передавали им Знания И в китайских Хрониках Написано Об этом Учили их Как там Строить плотины И все прочее Всему научили И вот В тяжелое Время Для нашего Народа Для русов Они Воспользовались Ситуацией И Те знания Которые получили И решили Применить Против нас Ну и получили В итоге Что Заслужили То и получили Поэтому Империя была Славяно-арийско-ведическая Все остальное Это Уже Исторические Эти придумки Выдумки Переделки Да Поэтому Кто как Называет Да хоть Гундукуш Назови Ну и там Барбармбун Какой-нибудь Ну и что Люди-то По-другому Себе называли А современные Ученые Они отталкиваются От того Сейчас уже признаны Признаны Они в этих рамках И живут И то что Даже новые Находят Они все равно Пытаются Привязать Под этот Скелет Который У них есть Конечно Это все надо Учитывать Поэтому Вы не берите Какие-то известные Фамилии Даже и славянских Ученых Которые сейчас Славяно-филы Так называемые Славянские исследования Они все равно Привязываются Большинство из них К тому Что вот Им сказали Про это Они берут за основу То что услышали Они же не знают Древнего ничего Поэтому И не удивляйтесь Что если у какого-то Именитого ученого Вдруг появляется Вот такое вот Название И он оттуда Что-то строит Это не означает Что так оно и было Это просто Он оттолкнулся От этого названия Которое ему Кто-то донес Не более того Давайте вот так Дальше пойдем А то время уже уходит Вопрос эфир от Михаила Из Москвы Что может сказать О Китежград На озере Светлояр Из интернета Там опять же Много приводится Какой он удивительный И так далее Кто находится в чате Те могут прочитать Ну видите Тут Опять же Намешано Ну я конечно Слышал про Китежград И много Древних источников Так сказать И литературных И прочее Об этом пишут Ну Где он находится Ну тоже тысяча версий Понимаете Ну вот О том что Находится на Волге Недалеко Нижний Новгород Ну я не слышал Этот вопрос я не изучал Но опять же Вы пишете Понимаете Что до чего доходит И даже русской Атлантиды Называют И прочее Атлантида где была Только что В сегодняшней передаче Сказали Что определили Нашли Саргасово море Написано Этот Салон Разговаривает Платон написал Салон Разговаривает С египетскими Жрецами Это те называют Саргасово море Там была Атлантида Ну называй Это Китежград Атлантида Это же как Что называть Там пирамиды Нашли Это в кавычках Называют Это красивое Красивое словце Называется Овеяны легендами Ну таких территорий Много Вот именно что Это все легенды Понимаете А то что я По крайней мере читал Про Китежград То там одни легенды Поэтому Комментировать Никак не могу А вы тут еще И новую легенду Прочитали Об этом я не знал Да Я Гриша Вопрос в эфир Какой из вариантов Перевода Славян-арийских Вет На ваш взгляд Лучший? А я один только читал В общем-то Я только знаком С одним Если вдруг Гриша У тебя есть Какой-то Вариант Давай нам ознакомимся В кармане Не держите Пожалуйста Да Это же вообще Будет нечто Давай-давай Сюда выкладывай Буду рад познакомиться Много у нас литературы Сейчас Славянской Околославянской Нельзя упускать Такие моменты Дальше Алексей Тарасов Говорят В последней библиотеке Сгоревшей в Москве Сгорело Подтверждение Того Что ФРС В США Принадлежит Романовым Я напомню Что речь о чем идет Случился В 2015 году 30 января Пожар Фундаментальной библиотеки И не он Где В общем-то Много чего сгорело Вот это я упоминал Как раз Библиотеку И сейчас там идет Восстановление Оказывается Там есть то Что невозможно Восстановить А то Что было прям Заморожено Прям с водой И доставлено В хранилище Сейчас там идет Размораживание Там работы Над восстановлением И через несколько Некоторое время Последовал В кавычках Ответ Со стороны Вашингтона Утром 1 февраля 2015 года В Нью-Йорке Уже Не в Москве В Нью-Йорке Странным образом Загорелось здание Хранилище документов В Бурклинском районе Ульямсбурга Архив тушили Больше суток Сгорело более 4 миллионов коробок С документами Как-то напоминает Помните У нас там Горели разные библиотеки В свое время Там и в средневековье И в античные времена И много-много чего Вот одновременно Горели библиотеки И вот тут Как-то странно То в Москве вспыхнуло А тут буквально На следующий день Или через день Вспыхивает в Америке Ну вот Поразительно И сгорело-то Очень много чего интересного Такое ощущение Как эта операция Да Тут до вас уже все украдено Там Ваше дело Сделать вид Что вы воруете Или на самом деле Что-то пожгли Потому что Видишь такое высказывание А нету Вот вы предъявите Вот часто говорят А что вы там Славяне дергаетесь Что вы там Русофилы дергаетесь Вы предъявите А им говорят Ну как же мы предъявим Когда при Петре Книги переписывались Сжигались До Петра Сколько там свозилось Переписывалось Сжигалось И до того Вы предъявите Если нет чего вам предъявить Тогда нечего говорить Вот такой подход Он как раз очень хорошо Мне кажется Теперь будет применяться И вот с этими Двумя пожарами А нету Нету Вы докажите Да Соглашусь конечно Вот Тараса спрашивает Да Сгорелишь масло И горело Подтвердение того Что ФРС в США Принвижит Романов Понимаете По поводу Романовых Почитайте Есть информация В интернете Кто организовал Федеральную резервную систему И кто банки там организовал И какая роль там Романов И сколько там денег Есть Много Материалов На эту тему А что пожары Происходят Так они С 15 века Тогда почти Чуть ли не одновременно Сгорели Все библиотеки Понимаете Это технологический Прием Фальсификаторов Самый Безотканно Работающий Сгорело И все Она нет И вопросов Нет Понимаете Самое простое И жгут И жгут Вот и И не он Сгорел Институт Научно-исследовательской Информации Научной информации Но только Одно только И там тоже А что там было Там Масса чего было Поэтому Это уж Когда они разберутся Как правильно Алексей Сказал Там высушат Все это Проведут ревизию И если Да Сопоставить Каталог Какой-то Информационной базы Что было И что осталось Тогда и скажут Чего пропало А пока Версий много Вплоть до того Что там Даже кое-где Были кое-какие Таблички Велесовой книги И там были Какие-то документы Которые кому-то Очень не нравились И которые Кому-то Очень мозолили Мы сейчас Гадать можем О чем угодно И сколько угодно Вопрос Как мы будем Правду-то восстанавливать Наши Недруги Или Недалекие люди Которые этим всем Занимаются Они рассчитывают На то Что Вот что Сгорело То невозможно Остановить Забывая о том Что Булгаковское выражение В рукописи Не горят У нас У славян Во всяком случае Про другие народы Не берусь говорить У нас У славяна русов Славяна ариев Как хотите Называйте славянами Что вам больше нравится Есть такое понятие Родовая нить Родовая память То что Нас Связывает С Нашим Великим Наследием А там Ничего не горит Там все остается Вопрос Можете ли вы Восстановить Или Невосстановительная Никогда не бралась Пользоваться Этой связью Этой нитью Или кто-то называет Там родовой канал Ну канал Не очень нравится Но во всяком случае Получать информацию Это другой вопрос Я думаю Что недалеко Такое время Когда мы все-таки Восстановим Вот те самые Способы связи С нашими предками Получение информации Напрямую И тогда Знание вернее Не информация Опять не наше слово Знание напрямую И вот тогда уже Жги сколько хочешь Вот хоть прям ты Бензином это все Облей-переоблей Хоть там взрывай Ничего не утаено будет Все будет возвращено На круги своя Вот в этом я уверен Но для того Чтобы это произошло Пахать и пахать Пыхтеть как медный котелок Каждому сейчас предстоит Хотите Давайте заниматься Не хотите Постойте в стороне Покурите бамбук Но только не мешайте Вот хотя бы не мешайте Ну в принципе Мы все вопросы озвучили Ну я еще два слова Могу добавить По этому поводу Что Алексей сказал Он правильно сказал Что Поймите Что Да это реально Оказывается Восстановить И я вот и узнал Из книг Николая Левашова Что Это Эволюционно развитый человек Значит Чем больше он развивается Тем Значит Он Получает способности И может Значит Уходить По реке времени Что называется Прошлое И Получать эту информацию Восстанавливать Это достаточно Тяжелый Непростой процесс Значит Ну это возможно И Это зависит Правильно Алексей сказал Надо развиваться Каждому из нас Ну что ж Передача у нас получилась Насыщенная Очень Много Знаний Очень много Иностранной Пересловой Информации Было Здесь Дано Было бы желание Как говорится Да Учитель дал А сможет Взять ученик Так вот Все зависит Уже теперь Не от нас Что могли То и сделали Теперь уже зависит От слушателей Что из этого Вы сможете Для себя взять В заключении У нас есть Хорошая традиция Что-либо По теме Еще сказать Такое Несколько слов В заключении Уже Подведение черты И пожелать Что-то хорошее Доброе Радиослушателям Пожалуйста Ну В заключении Что бы я сказал Вот из вопросов По крайней мере Я вижу Что Есть у людей Так сказать Желание Понять Но нужно Понимаете Читать Читать И читать Потому что Я уже возвращался И возвращаюсь И говорил Не один раз И еще раз повторюсь Что вот Чем Многограннее У человека Знания С разных сторон Я только что Говорил Что вот Проблема Современной науки Не только История В других Это Узкая специализация Понимаете Вот человек Зашоренный Он идет Как лошадь И шора И по прямой только Ничего В сторонах не видит Какие он выводы Может сделать Вот на любую Проблему В том числе И в истории Или в науке В любой Отрасли знаний Надо смотреть Подходить Многоэкранно И вот я хотел бы Всем радиослушателям Пожелать Чтобы Каждый в себе Вырабатывал Такой подход Что надо Когда Пытаешься Разобраться В какой-то проблеме В том вопросе Который ставит Человек для себя И в который Вопросы задавались Пытаться Рассматривать С разных сторон Этот вопрос И чем Многограннее С разных сторон Подойдет Человек К рассмотрению Проблемы Тем он Будет ближе К истине Понимаете Истина Она одна Она не лежит Посредине Истина Чтобы истину Найти Надо Очень Очень Многосторонне С разных сторон Проанализировать Кучу фактов Сопоставить Все за Все против Увидеть то Чего Другие не видят И Тогда Вас Как говорится Ждет Успех В том деле Который В решении той задачи Которую Вы перед собой Поставили Вот этого Я хотел бы Пожелать Всем Слушателям Славян Славянского Народного Ради Благодарю Вас За то Что Дотерпели И дослушали До конца Благодарю Я хочу Такую Небольшую Речь Обращение К тем Кто Сейчас Находится Наверху Друзья мои Ведь иногда Смотришь На вас Президенты Управители Различные И попадаются Очень интересные Люди Видно Что Разумные Видно Что Там есть Какая-то Искорка В глазах И говорить Вы умеете И подавать Себя умеете Это не наигранно Есть конечно Такие Типа Дурачки Петрушки Какие-то Которые ходят Не имя применил Это персонаж Народный Такие Которые Ну явно Поставлены Для того Чтобы какую-то роль Сыграть А потом Пинка под зад А есть Встречаются Очень разумные Люди Которые Вот Видно Что он умеет Говорить Умеет Мыслить Умеет За себя Постоять Представительный И так далее Но Сколько Вы будете Копаться Вот в этом Навозе Который Вам Разговорщиками Какими-то Врагами В конечном Итоге Той Страны Которую Вы представляете У нас Огромные Ресурсы У нас Величайшие Люди Которые Сейчас Находятся В очень Тяжелом Состоянии Да Многие Спились Многие Уже Свою Совесть И разум Пропили Но Не все Не все Есть На кого Положиться И Славянский Мир Это тот Мир За которым Будущее Это тот Мир Который Вытащит Нашу Многострадальную Матушку Землю Из той Гадости В которую Сейчас Ее погрузили Перестаньте Вы Ссылаться Все время На Какие-то Иностранные Цивилизационные Посылы Неужели Вы Пешки В чьих-то Руках Неужели Вы Не воспользовались Твоей Возможностью Которая Сейчас У вас Есть Неужели Вы Не будете Использовать На благо Те ресурсы Которые Вам Даны Сейчас Удивительный Уникальный Шанс Стать Героем Любимым Человеком В своей Стране Задумайтесь Об этом Просто Задумайтесь Давайте Уже Все-таки Включимся В тот Процесс Который Сейчас На земле Начал Происходить Давайте Наконец Сделаем Мир Лучше Давайте Наконец Сделаем Так Чтобы К вам Относились С уважением И не надо Будет Никих Охранников Не надо Будет Никих Заборов И те Которые Сейчас Существуют Хватит И вам И вашим Родичам И вашим Знакомым Друзьям И всем Вообще Кто сейчас Здесь Живет У нас Избыток Этого Всего Избыток Станьте По-настоящему Хозяевами Державниками И тогда Все будет Так Как оно Должно Быть Напоминаю Что Сегодня По одному Из современных Календарей 22 сентября 2016 Года Четверг По одному И старинный Второй день Божественного Начала 7525 Лета Четверик Давайте Вот это Божественное Начало Как раз И будем По назначению Применять Мы сегодня Говорили Про методы Фальсификации Предметов Культуры И искусства Шестая У нас Была встреча С автором С ведущим Феденко Леонидом Григорьевичем Григорьевичем Что-то я уже Под конец Начинаю Так вот Благодарю всех За участие Леонид Григорьевич Низкий поклон За столь Интересный Эфир Столь познавательный Информацию Которая была Получена Нашим радиослушателям Низкий поклон За то Что вы так активно Участвовали в чате Переписывались Давали Какие-то Мне Направления Что спрашивать И интересные Вопросы Задавали Прощаюсь со всеми Желаю всем Самого-самого доброго С вами был Народная Славянская Радио Алексей Орлов До новых встреч Услышимся Славянская Радио Все нужно Все важно Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова